Добрый день, дорогие друзья! Это канал поделки-самоделки и я Татьяна. И сегодня на ваших глазах состоится превращение бобин от скотча в малахитовую шкатулку. Я взяла две вот такие бобинки, одну поуже, другую пошире. Нарисовала кружочки, вырезала их. Они будут служить дном и верхом моей шкатулки. Теперь я наношу горячий клей. Обратите внимание, что на столе лежит пергаментная бумага, которая поможет оставить ваш стол чистым. Теперь толкаем туда кружочек и он прекрасно приклеивается. То же самое делаем со второй узенькой бобинкой. Вот эта крышечка получается. Соединим мы вместе. Эх, не закрывается плотно. Для этого я придумала вот такую вещь. Небольшую вставочку из тоненького картона. Соединила малярной лентой концы. Не заклеивала, просто вот так залепила. Теперь можно эту штучку приклеить, такую втылочку. Намазала беспорядочно клей и вставила в серединку. Ну вот и прекрасно. Теперь шкатулка будет спокойно закрываться. Теперь я беру полотенце бумажное, рву его на кусочки. И вот этими кусочками я обклеиваю полностью и снутри, и снаружи всю свою будущую шкатулку. И основание шкатулки, и ее крышку. Клеем пользуюсь ПВА. Все просто. После того, как все это высохло, я наношу акриловую краску. Снаружи и изнутри везде. Краска высохла. Теперь красим мою шкатулочку в бирюзовый такой цвет. Хотя цвета могут быть абсолютно разными. Опять даем высохнуть. После того, как высохла краска, я наношу снова клей ПВА, но он разведен с водой. Теперь я приготовила два цвета. Зеленый и черный. А теперь будьте внимательны. Вот он зеленый цвет. Я его намазываю не ровно, а как попало. И теперь ляпаю, но ляпаю уверенно. Черную краску сверху на мокрую зеленую краску. Берем влажную салфетку или тряпочку и промакиваем, как попало, где попало и как нам нравится. Я взяла даже две такие мокрые салфеточки. Я их намочила и хорошо отжала. Салфетки не бумажные. Это обыкновенная ткань, любая. Даже вот специально протираю зеленую краску, чтобы была видна немножко моя бирюзовая. Когда высохла шкатулка, теперь я ее промазываю обычным прозрачным клеем. Это для того, чтобы она, посмотрите, блестела, как полированная. Михаил Шатков, мой хороший друг и замечательный умелец, посоветовал мне использовать этот жидкий пенопласт. Это что-то типа самозатвердевающей смеси. Ее можно, кстати, заменить обычным соленым тестом. Я взяла молды и теперь, в первую очередь, я делаю ножки моей шкатулки. Нашла такой рисунок интересный, на мой взгляд. И сделала вот такую лепнинку. Теперь надеваю ее на пальчик, обминаю. И она получается у меня такая, немного выпуклая. Оставляю сушиться. И основной рисунок на шкатулке, это вот такие перышки. Одно перо смотрит в одну сторону, другое перо в другую сторону. Замечательная смесь. Спасибо, Михаил. Мне очень понравилось с ней работать. Очень чистенькая, быстро сохнет. И вот сейчас я репетирую, где я расположу все эти перышки и сколько мне их нужно сделать. Я для этого подстелила в пластиковый пакет, чтобы сразу не приклеились эти перья или не повредили поверхность моей будущей шкатулочки. Намазываю клей. Можно клей ПВА. Я здесь использую клей таки глю, мой любимый. Он вообще хорошо все клеит. И теперь по очереди приклеиваю перышки сначала на крышку шкатулочки. Вот посмотрите. Даже в таком виде мне намного больше нравится. Белый цвет мне очень сильно понравился. Я потом покрасила все это золотистым. И все-таки белый цвет мне понравился больше. То же самое я делаю на основании шкатулки. Украшаю полностью шкатулочку. Прямо по всей окружности. Делаю это не по центру, хотя можно и по центру, а чуть ниже. И теперь добавляем ножки. Посмотрите, они очень тоненькие, поэтому я их сделала целые 6 штук. Повыше приклеила, чтобы только кончики торчали. И получатся очень устойчивые и хорошие такие ножки. Теперь я крашу в золотистый цвет перышки. Сначала наношу небольшой такой кисточкой, а потом совсем тоненькая. Деревянную бусинку я тоже покрасила в золотистый цвет. Приклеила ее в виде ручки. Ну и теперь сделаем такое украшение. Есть такая у меня цепочка. Сверху приклеиваем, закрываем отверстие. Вот крышка такая получилась. Потрясающая шкатулка получилась. Ну прямо как настоящая малахитовая. Отлично подходит как подарок. Можно использовать себе для своих драгоценностей, для сережек, для цепочек. Можно девчонкам дать для всякой разной мелочевки. Или подарить своим друзьям и знакомым. Не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями этим видео. И приходите за новыми идеями на канал Поделки Самоделки. Ну а сейчас прекрасного настроения. Всего доброго. Пока-пока.